Финансовая комиссия на защите трейдеров с 2013 года У вас исполняется на днях, я так понимаю, или уже исполнилось 100 дней после того, как вы пришли в НАПК Ну, я сегодня специально посчитал, если рабочих дней, то 86, если календарных, то 120 Поэтому, наверное, где-то в середине Каковы итоги? С учетом того, что работаю по субботам иногда и по воскресеньям И рано утром, и поздно вечером? Ну, всякое бывает Что удалось сделать? Какие ощущения? Мы еще перейдем, что удалось сделать? Каковы ощущения вообще? Ощущения, наверное, нужно сказать так Что НАПК – это живой и здоровый организм Это организм, который... Ассоциация, которая действительно старается найти ответы на проблемы Которые волнуют не только сообщество профессиональное, но и общество Которое достаточно быстро принимает решения И это все, несмотря на то, что творится с регулированием и общим фоном Поэтому, да, работа очень и очень интересна Очень много вызовов, очень много неожиданных поворотов тем Ну и очень много прекрасных открытий и находок совершенно в неожиданных местах Открытий Замечательно А 100 дней мало для подведения итогов достаточно? Подводить итоги, наверное, тогда, когда уходишь Или тогда, когда тебя оценивают Но давайте коротко, что удалось сделать Смотрите Первое Удалось действительно понять Ну, по крайней мере, мне самому, может быть Но я надеюсь, что это действительно всему совету НАПКО Что нам нужно делать дальше с 10.30? Законом, основным законом У нас нету ни капли сомнений, что первое его надо или менять Притом кардинально Или вообще заменять, я бы сказал, на что-то другое Потому что дело даже не в названии, которое четко отражает дисбаланс А в защите Дело в том, что огромное количество сфер, где происходит то же самое взыскание задолженности Банки просто же есть Если бы только банки Оказываются вне регулирования А клиенту, физическому лицу, все равно Вот вы сказали, банки Банки, МФО, коллекторское агентство Кто бы ему не позвонил, он говорит, мне позвонили коллектор ЖКХ, он говорит, мне позвонили коллектор И если уже потребители называют это так Тем более мы, профессионалы Должны не просто согласиться, что регулирование должно быть одином Я бы сказал, да, НАПКО мне помогла прийти к простой формуле Которую, может быть, давным-давно я и руководствовался Но она теперь действительно очень простая и емкая Едины правды и права, едины обязанности, пропорциональный ответственный Второе, что удалось сделать, удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию с распространением того, что мы называем НАПКО, кодекс этики Недавно одна из саморегулируемых организаций на рынке микрофинансирования выпустила проект стандарт изыскания просрочной задолженности И этот проект очень сильно приветствуется, очень сильно поддерживается Но этот проект всего лишь навсего еще один шаг по реализации того соглашения, которое было между СРО НАПКО и СРО МИР Ну и третье, наверное, тоже возвращаясь опять же к 230-му и к тому, что такое саморегулируемая организация Нам и регулятору, и надзору все более и более ясно, что для того, чтобы навести порядок на рынке и решить проблемы с имиджем Наверное, самым действенным путем является развитие саморегулирования Что, если переводить на самый обычный язык, означает, что не только мы считаем, что так должно быть Но и надзор, и регуляторы считают, что все, кто занимается профессиональной деятельностью по взысканию просрочной задолженности Они должны состоять саморегулируемые организации В какой это покажет время? Когда? Я не думаю, что мы готовы Не мы, не в смысле сообщества, не мы в смысле конкретной ассоциации Но думаю, что если этого не делать, то даже через 2-3 года мы это не сделаем То есть мы для себя берем курс на то, что 230-е надо переписывать, а может быть и заменять В итоге должно быть то, что есть общие правила регулирования, при том общие для всех сегментов рынка Для всех, кто играет на этом, участвует в этом рынке Есть конкретное саморегулирование, стандарты, нормы, принципы для тех, кто этим занимается профессионально Или, как любят говорить, основной вид деятельности Я не люблю это понятие, основной вид деятельности Потому что, что такое основное, 50 плюс 1 или 50, даже вот этот вопрос Но для тех, кто считает это своим бизнесом Они должны не просто состоять в реестре надзорного органа Но и должны находиться в какой-либо саморегулировании И тогда можно гораздо более эффективно и быстро исправлять недочеты или новые недобросовестные практики Что проще сделать? Переписать закон, внести в него правки или, скажем, пойти по пути соглашений Скажем, с РОМИР, с НАПКО и по поводу стандартов Правда, с банками непонятно, как поступить Я бы сказал так, одно другое не отменяет Да, нам нужно сегодня исправлять ситуацию А закон, даже если не менять, а просто переписывать, изменять То это год только на то, чтобы договориться с концепцией, договориться с рынком Поэтому мне кажется, что одно другое не только не отменяет, но и дополняет То есть мы для себя решили, что мы предлагаем рынку Подписать с нами соглашение, стандарт построить на основании нашего кодекса этики Если рынок не готов, то извините, на сайте НАПКО, кнопочка «Добро пожаловаться» работает все лучше и лучше Если к нам приходят жалобы, и у нас есть соглашение с вашей совместной организацией Мы вам передаем и просим нам дать обратную связь А если нет, то вы уже извините, куда мы должны передать? В надзорный орган То есть не просто красивые слова за кодекс моральной среды коммунизма Но и конкретные бизнес-действия Мы заинтересованы в очистке рынка И если люди жалуются, то мы, как саморегулированные организации, имеем немножко больше полномочий Требовать даже от надзора отвечать Хотя, конечно, жалобы, это 59-й закон, да, ФАИВы должны, федеральные органы исполнительной мласти Должны отвечать на жалобы в определенный срок Как вообще ситуация меняется? На рынке же приказы осознают проблему Стали они как бы белее, пушистее, что ли? Вот, жалоб меньше Какова динамика? Ну, наверное, надо сказать немножко с другой стороны Динамика в общем ситуации на рынке такова, что 230 закон, еще одна из его последствий, о которой мало кто задумывался Тогда, когда принимался закон, я специально искал, сколько же тогда было сказано, что не требуется бюджетно Сколько же реально ушло из бюджета и сколько косвенно уходит из бюджета, о чем никто не задумывается Вот последствия 230 федерального закона, еще одна из вещей, которую я лично для себя понял, до этого как-то не вдавался в эти цифры Состоит резкий рост нагрузки на судебное исполнительное производство Да Если в законе, а это же факт, есть пункты, по которым есть противоречащие друг другу решения судов По одному тому же пункту закона есть прямо в предотвращивающем положении друг друга Если такая ситуация возникает, вы банк, вы микрофинансовая института, как вы будете поступать? Вы будете заниматься тем, в чем сегодня вас могут оправдать, а завтра ввините? Вы скажете, да пошло оно все прямо в суд И отправляете все прямо в суд В итоге нагрузка, если сравнивать 16-18 годы на суды и исполнительное производство, выросла в два раза В два раза А кто-нибудь это закладывал в бюджет из тех депутатов и сенаторов, которые говорили, что не потребуется добавленный газон Напомню, только на надзорную функцию по данным прессы, это не наши данные, данные СМИ В 2016 году Федеральная служба судебных приставов запросила на три года миллиард семьсот миллионов рублей Вот эти последствия Поэтому, когда мы говорим «стали белые и пушистые», мы должны сначала сказать, что закон поработал на то, чтобы те, кто были белые и пушистые, наоборот, использовали государственную систему для того, чтобы не попасть под противоречивый закон А те, кому все равно было, им все равно Они продолжают жесткие практики, недобросовестные практики И почему, вот вчера у меня была одна встреча, говорит, а почему, говорит, они делают, они что, не понимают? Я говорю, ну, вы видите, вот этого не наказали, того не наказали, третьего не наказали Если всех вокруг не наказывают, что скажет предприниматель? Он скажет, других не наказывают, почему я должен на это тратиться? Нагрузка на суды как-то повлияла на качество судебных решений, можно так сказать, качество? На качество нет, оно каким было, не скажу, каким оно было, там же и осталось Но на эффективность сбора, да, мы подвели некую статистику, притом это не только наши данные, нисколько наши данные, НАПКО И мы видим четко, что вот насколько выросло количество дел, настолько же выросла собираемость в исполнительном производстве При этом у коллекторских агентств она выросла Мы не просто эффективны, мы дальше работаем над нашей оперативной эффективностью Мы многие вещи делаем более профессионально, чем банки или МФО, само собой, об этом говорить ничего Но есть две цифры Одна цифра, рост нагрузки на судебную систему и исполнительное производство Вторая цифра, рост сборов по судебным исполнительным решениям в службе приставов Все очень просто, какая ни была бы автоматизация, электронный документ оборот Когда на человека в день приходится 500 происполнительных производств, что он может сделать? Он ничего сделать не может Ну это вам и ответ Более того, если нет материальной мотивации, до 2004 года у службы приставов была часть исполнительного сбора шла к ним Было 5,2 распределение семей Сейчас все семьи, ну не сейчас, 2004 года, если не ошибаюсь, 2005, может быть Все 7% идут в госбюджет Поэтому одна из инициатив, с которой мы выступили, стоит в том, что давайте пусть будет 10%, но 7 плюс 3 7 в бюджет, 3 в пользу исполнительного производства Количество коллекторов увеличивается Вообще, некоторое время назад говорили, что коллекторская отрасль это единственная отрасль, где лицензии выдаются, а не отзываются По крайней мере, это было Ну, смотрите, на начало года было 236 компаний в реестре Вчера мне сказали цифру 232 То есть, решается Поэтому это хорошее представление Но в действительности, да, и мы, и служба приставов задумывалась над тем, чтобы не было Ну, как вот говорят, есть бессмертное инфо Чтобы не было бессмертных коллекторских агентств Если кого-то исключили из реестра, чтобы он не мог завтра войти обратно Это еще один момент, почему нужно саморегулировать Потому что если только в реестре надо составить, то можно и не смотреть на репутацию Закон этого не требует Если же это будет саморегулированная организация, она сама может ввести дополнительные критерии И мы можем сказать, мы не примем вас саморегулированную организацию По причинам того, что вот наши требования по деловой репутации, вот они то-то, то-то, то-то Вы в этом, в этом, в этом, в этом замечены В том числе, вы, руководимая вами компания, аффилированная с вами компания Была исключена из реестра Они не боятся говорить о том, что происходит на самом деле Они знают цену словам Они готовы объяснить свои действия Они будут отстаивать свои убеждения В новостях вы видите отражение случившихся событий В интервью тех, кто действует Анонсы будущих Экономика Деньги Люди Интервью наших экспертов Студия Финверсия ТВ Вы недавно выпустили интересный доклад по поводу причин, по которым заемщики не платят и так далее Он интересен в связи с тем, что мы имеем дело с закредитованностью, определенной закредитованностью определенных групп заемщиков И понятно, что эта ситуация будет развиваться, а мы будем пожинать эти плоды спустя 2-3 года И, собственно, вы в полный рост, я имею в виду коллекторы, с этим столкнутся Каковы сейчас причины неуплаты? Почему не платят? Вы знаете, я не помню, конечно, все цифры этого отчета наизусть Но одна самая главная цифра На нее, мне кажется, мало кто обратил внимание Хотя во всех заголовках она прозвучала Только 47% людей платят по причине финансовой трудности Это означает, что больше половины людей, когда у них спросили, почему вы не платите Они придумали самые разные причины, кроме того, чтобы сказать, у меня финансовая трудность Ну, хорошо, пусть 20% из этих 53, плюс еще 10% действительно стесняются сказать Но 57%, 60% Это означает, что 40%, то есть больше 1 трети людей в любом сценарии просто не хотят платить То есть у них нет финансовой трудности Это звоночек обществу, всему Это не в наше оправдание, да, что мы там коллекторы должны требовать Это звоночек обществу и всем средствам массовой информации о том, что Коллеги, что мы с вами делаем? Мы фактически оправдываем, что люди не должны платить по долгам Я даже не буду вспоминать пословицы, да, долг по тяжелому, по красивому, прочее, прочее Пословицы, поговорки Но мы убиваем экономику Если мы позволяем не исполнять договорные обязательства И люди считают это нормальным, то что мы с вами делаем? Поэтому говорить надо не о том, что есть шестой год подряд падения доходов Есть финансовые трудности у определенного сегмента Говорить надо о том, что мы все больше и больше как общество Не сообщество профессиональное, а именно как общество Культивируем неуплату долгов, неисполнение своих обязательств Это из то же самого первого Он видит, что кто-то не платит И я так же буду поступать Он видит, что кто-то не выполняет закон И я так же не буду выполнять договорные отношения Это все вместе И оно конкретно проявляется Поэтому, да, есть финансовые трудности у определенного сегмента Да, надо называть вещи своими именами Они закредитованы То есть долговая и платежная нагрузка очень высокая Но если этот сегмент идет на контакт То мы всегда найдем, как коллекторы, всегда найдем решение Меня поразило недавно, я беседовал с руководителем С собственником одной микрофинансовой компании И он говорит, я, говорит, взял человека к себе в колл-центр Из коллекторской компании Он там отвечал за колл-центр И первое, что, говорит, он взял Он говорит, а зачем, говорит, вы так жестко скрипты написали Микрофинансистам, он говорит Я говорю, не понял Он говорит, ну понимаете, говорит, он объяснил нам Что мы, говорит, коллекторы Более мягко подходим к людям И после того, как вы, микрофинансисты И вы, говорит, банкиры, мучаете их Мы приходим добрые, вежливые И нам платят Это так? Ну это вот то, что... Это инсайт, который мне сказал владелец компании Это не я придумал, я тоже удивился То есть это, конечно, не всегда так Это, конечно же, не жесткое стопроцентное правило Но это очень интересный сигнал О том, что профессионалы понимают Что можно вести себя гораздо более вежливее И на этом зарабатывать гораздо больше Это здорово И показать рынку еще, собственно, к примеру Да, не могу не спросить, Лиман О готовящихся изменениях в законодательстве По ужесточению, да Некоторых сегментов кредитования Речь о том, что Огромное количество компаний Может уйти с рынка Ну, в частности, речь о микрофинансах, да Идет И эти микрофинансы Могут уйти в тень, да И люди просто остаться И людям будет негде деваться Кроме как идти на черный рынок, да В связи с этим Вот К коллекшену Коллекшен, что будет С чем столкнется Ну, меня совсем не немножко Имеет отношение к рынку микрофинансирования Тоже, как председатель совета Саморегулирования организации микрофинансирования развития Когда вышел проект закона Да, да Это не посчитать Понятно, что если ты занимаешься кредитованием Займы, прочее, прочее Там у тебя должна быть подушка какая-то хорошая Но если это вводить за 12 месяцев То по нашей оценке Этому будет соответствовать Если сейчас соответствует только 20% Значит, берем половину из тех, кто не соответствует Ну, то есть, исторический опыт Значит, минимум треть Стронинка уйдет через 12 месяцев Вот вы уходите завтра через 12 месяцев с бизнеса Который вы вложили деньги Которые у вас надежды и прочее Что вы будете делать? Будете стараться получить из этого бизнеса Тот период, который остался максимум А что значит получить максимум по выданным займам? Это означает, что будет всплеск Жестких практик Недобросовестных практик Изыскания за должности И тут нельзя говорить Это микрофинансисты будут Это или коллекторы Это ударит по всему рынку Взыскания Поэтому, даже если я формально Сейчас вот выступаю Как руководитель ассоциации коллекторов Я честно скажу, что Это будет непросто и для коллекторов Не в смысле работы А в смысле имиджа Поэтому нам нужно на упреждение Очень и очень много чего будет сделать Ну, я пока не готов озвучить Что мы собираемся сделать Потому что прошли только сутки Нужно обсудить это с советом Но однозначно Мы видим этот риск Мы понимаем Удар по репутации Профессионального сообщества Возможный И мы будем предпринимать Определенные шаги И об этом же вы будете говорить На вашей конференции Которая вот состоится В конце апреля, да? Не только об этом Но и об этом теперь тоже Мы будем говорить И о тех сегментах Которые, возможно, будут новыми для нас Нет, нет ничего нового под луной Кто-то ими занимается Но нужно заниматься ими Нормальной регуляторной базой Мы будем говорить Об электронном документообороте Мы будем говорить О так называемых социальных счетах И о том Вообще, какое может быть видение У самого рынка По поводу его будущего Обычно мы как проводили конференции? Мы приглашали регулятора И он нам долго рассказывал Какое его видение В этот раз мы хотим поговорить сами И сами для себя В широком кругу Не в узком кругу совета А именно в широком кругу Участников конференции Обсудить возможные пути развития В том числе с учетом Тех изменений в регуляторике Которые происходят Мы нуждаемся в ваших отзывах Ставьте лайки Если вам понравилось видео Пишите свои мнения И вопросы в комментариях Finversia.ru Делает экономику понятной Редактор субтитров А.Семкин